привет друзья и гости моего канала впервые за этот дачный сезон едем на дачу если не считать тот раз когда дорогие ездили в конце или в середине февраля огребали теплицы и вот сын нас везет на дачу первый раз еще муж с младшим сыном ездили завозили туда все чтобы было комфортно там жить проживать все там постельная какая еда долго хранится там что-то вроде там растительное масло сахарный песок мука рожки что такое вот они завезли просто все выгрузили уехали вот они были я не было я еду первый раз с ночевкой едем одну ночь планируем ночевать потом нам некогда завтра дальше ночевать мы уедем хотели вчера уехать но у нас друзья настала опять очередной раз зима только зеленая зима зеленая зима белая два времени года как всегда ночью обещали вот прошедшую ночь минус 4 мы побоялись у нас домик летний хотя и есть у нас чем обогреваться но он после зимы весь сырой и такой вот все такое влажное его надо по-хорошему прогреть протопить и тогда уже ситуация изменится и будет более комфортно там ночевать даже если на улице какой-то небольшой минус будет вот едем по новой едем трассе у нас опять все вернулись проблемы какие были несколько лет назад и потом устранили у нас там переезд такой вот под шлагбаум и там можно стоять там и два и три часа поездов нет и шлагбаум не открывают стали люди жаловаться все это исправили ситуацию стали машины пропускать сейчас опять это вот мы прошлом году уже в конце сезона ездили такая проблема нарисовалась и сейчас она а тут и рядом аэропорт в этой стороне и мы едем по другой трассе километраж специально посмотрим насколько по этой дороге дальше нам добираться но тут подальше будет побольше километраж по той по какой ездили по какой переезд от калитки до подъезда 23-24 километра два раза вот мы затекали километраж вот так вышли сейчас посмотрим сколько здесь друзья мы по прежнему пути проехали уже сколько 26 26 километров хотя у нас по той трассе где сейчас проблемы с переездом железнодорожным всего там 23-24 километра вот свернули дальше едем сын говорит километра 40 намотаем точно конечно жаль времени и там и бензин больше расходуется и все ну вот не знаю этот переезд западал всех мягко говоря это очень классно поет и не на сцене она как себя ведет русскую переезд а этот сириус в этом году не ездит? а он там плохо отбирает, да? отбирает, да? почему плохо написал? я не знаю отбирает он везде вроде нормально пишет шестое, говорит, место здесь ездили и на этом занят нет, шестое, это по таблице он занял третье место может третье ему две грамоты дали третье место среди всех и высший результат среди восьмых классов молодец отличный результат, третье место в листовой мы вернули на поселочную дорогу эта дорога ведет к населенному пункту там есть слева и направо поворот это наши сады дорога, смотрите, я уже отвыкла к такой дороге она мало где такая дорога осталась везде в основном асфальт проложен как-то так вспоминая свою юность когда мы ездили на большое расстояние под таким дорогом ходили автобусы пасеки между населенными пунктами и на этих яминах кочках буграх подкидывала до потолка этих пассажиров я не приукрашиваю так все и было вот они ямки и ямищи сын едет потихоньку и то машину кидает из стороны в сторону да развесили дорогу хотя бы щебенкой вот щебенкой даже не насыплю да, хотя бы эту глину чтобы мы когда дожди-то так не развозили начинается наше садоводство машинки стоят значит люди здесь присутствуют но мы едем в субботу было бы странно если бы тут никого не было в субботу так-то да, Пасха тут завтра будет ну мы завтра вернемся в город все равно дела там за нас никто уже кто сделает все травой зарастет надо все равно ехать душа болит но мы чисто вот ночью перед ночем там надо все пропылесосить прибраться в домики заправить постели там подключить все умывальники плиты газовые там все ну в общем вот такие дела в основном если я успею повожу с землей конечно мне надо еще лук, чеснок открыть люди давно открыли у меня все они парятся виноград возможно что он уже там с апрел он уже закрыт как на зиму а все под этим укрытием парится да, 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 да продолжается дорожка вернее не дорожка а направление какое нужно ехать у нас по-прежнему штормит мотается стороны в сторону тут еще снег снег вчера был такой снегопад ночью и вот это все растаяло тот же ведь дождь можно и считать видите вот все тут опять это осадки разместилось все это лужи стоят крышу у старого дома в котором мы не живем смотрите как раскрыло все опять работа одна подъехали к своему участку у нас даже снег еще не весь растаял на улице очень холодно в теплице 20 градусов заходила уже там поела укропчика молоденького который всходит и лебеды потому что для организма вот смотрите для организма требуется витаминчики снег лежит ежевику торнад фри не укрываю она померзла верхние мне кажется сухими замерзшими побегами а внизу вот вижу почки живые есть то есть она от нижних почек сухой обрежу отойдет там вот есть живые почки видно но я ей уже не дорожу потому что она позднеспелая у нас не успевает к житию выживет а если так пускай это не то растение которым нужно дорожить там из-за урожая из-за чего-то тут лук был укрыт еще досками привалена эта трава чтоб она не улетела такая она была какая-то вздыбленная вот сейчас быстрее быстрее убрала эти палки потому что из-под них не вылезет растение кое-где видны росточки буду все разгребать рыхлить в общем все гряды нужно уделывать сейчас знакомы с луком ночь переночевали 8 утра сейчас на улице очень холодно я думала плюс хотя бы небольшой посмотрела на домике по-моему три раза тепла а потом обратила внимание ночь то была видите какая лед все замерзло ледышко и не тает еще хотя солнышко иногда выглядывает вчера когда приехали открыла лук и чеснок не знаю правильно их сделала думаю они подержать должны они же такие культуры считаются зимостойки вот это у меня лук он был так закрыт бедолага там такая трава на нем она была навалена еще и сверху досками придавлена все чтоб не улетела она трава такая рыхлая была какая-то скорее как вот спаржа вот такие ветки ну сейчас он я думаю очухается и тронется в рост вот вот как у меня на 5 мая выглядит чеснок а это лук полторы гряды получается ноги ноги вязан вот это вот следы тут я ходила сейчас в теплицу можно сходить посмотреть вчера днем когда даже не днем утром мы приехали и было в теплице 20 градусов хотя и солнышка не было вот травище укроп сходит активно как-то тепло здесь также показывает где-то как и вчера тепло вот все ведь было с осени все перекопано почву и все а вот все равно травы столько и вот такого укропа каждый год тут сходит видимо-невидимо приходится полоть все подчистую вместе с укропом когда начинаю сажать огурцы там томаты некоторые оставляя несколько штучек они еще всходят и в конечном итоге в теплице растет много укропа с самосевом вон тут видите как все зелено сейчас дойдем до другой теплицы нынче я здесь планирую посадить томаты тут у меня росли огурцы в прошлом году а огурцы и перцы в другой теплице заходим в другую теплицу она выглядит вот так вчера муж подпорки от снеговой нагрузки убрал везде в той и другой так а здесь градусы вот так же такая же примерно история тут он висит боком тут чеснок он все время у меня тут растет не истребляем я его по-моему частично выкапывала он все равно тут остаются луковки он сходит так кислинка кислинка еще вот вот только еще второй куст в другой стороне надо кашпо освобождать хотела петунию вчера привезти из города это вот все накатки все выдергивать оставила их они красиво цвели до последнего думаю не буду трогать вот здесь еще кислинка у меня кустик тут что-то плохо всходит я ее очень жестко выпала в осенью тут да и не только осенью и летом срезала она такая живучая возможно отойдет тут вот что-то зеленеет у меня ее куда в таком количестве все вот тут цветки так и в этих замерзли тут герань красивая была тоже оставила съезжали не повезло дому травка травка муравка уберется все рассаду не привезли никакую такие морозы стоят пускай пускай еще дома недельку постоит потом вывезу сегодня 5 мая как вести в такой холод какие-то катаклизмы погодные по всему миру то снегом засыпают какие-то наводнения високосный год сам себя проявляет нынче останемся наверное без смородины она вот видите уже там бутончики просто они еще не открылись попали под заморозки возможно что ягод не будет и вот пачковый клещ появился вот тут вот видите как обильно заражена веточка а это надо обливать там кипятком до распускания почек а мы в такое время в саду и не бываем еще вот первый раз вчера заехали видите уже какие листья и все значит надо чем-то другим обрабатывать вручную наверное это нереально все собрать не знаю не пробовал но очень трудоемко скорее всего малоэффективно все равно где-то пропустишь красиво цветут нарциссы как да и куртина такая большая я их не выкапываю луковки они так вот тут сидят давно уже тут растут красивые цветочки они еще и пахнут очень хорошо туя шаровидная купила несколько лет назад она была кустик такой в стаканчике с ладошку величиной не больше если не меньше такая вот потихоньку растет я с ней ничего не делаю не связываю говорят может снегом ее разломать иногда вот если веточки где-то такие вижу подмерзшие вот тут их просто уламываю и убираю ну это бывает очень редко пока вот она сама справляется со всеми невзгодами тут вот и посредине видите хвоя это какая надо чистить или что-то внутри не знаю что делают но смотрится она хорошо декоративно такой шарик ее говорят надо стричь она еще больше пушится но не было необходимости в этом она и так не очень большая шаровидная туя название не помню как она называется тут вот немножко как-то в серединке как но я думаю она расправится еще снег недавно сошел вчера я вам показывала снег еще лежал у нас свеженападавший потому что снегопад был и не таял даже вот как у нас холодно тут передумала ломбочку выбрала траву и немножко порыхлила в середине хост с белой приемочкой а здесь по краям тоже есть хосты помельче такие листочки помельче кустики пока рыхлила там выкапала сорняки одну хосту ее не видно росток выкопала ну как ее без корешков пришлось выкинуть жалко ну я думаю она разовьется от того что осталось там собираемся домой сын позвонил сказал что сейчас может нас на машине домой везти мы на электричке думали ехать и пользуясь случаем собрались конечно мы здесь находились меньше суток и хотели в пять обычно на электричку уходим до пяти то хотели поработать все а сейчас пол второго он сказал приедет и успела только лук открыл чеснок все порыхлила и начала клубнику уделывать планировала сегодня эту грядку не успела сделать но так как он сейчас за нами приедет я конечно это не успела сделать а это еще полностью вся заросла вся в траве где вот вот это у меня лук там чесночок дальше где вымерзли какие клубнички там беру с этой вятки тут много очень усов которые с осени укоренились укоренились и я их не убирала и досаживаю на место тех которые погибли за зиму вымокли вымерзли вот сделала сейчас бы я точно сегодня эту гряду доделала до конца вот с этой стороны не успела пройтись следующий завоз планирую привезти вообще рассаду если время останется куда делаешь все равно ее надо делать во время не сделаешь тут трава войдет в силу замучишься потом ее убирать лучок вот перезимовавший он был под укрытием еле-еле оттуда выставлялся я все убрала расчистила чеснок конечно из-под укрытия выставлялся гораздо выше все укрытие сняла виноград открыла но живых почек не знает пока не наблюдаться проснувшись время покажет вот с этой стороны очень сыр вот много кустиков клубники которые или плохо себя чувствуют или после внутри придется досаживать обновлять но на той гряде много с этой стороны усов посадочный материал можно взять тут сортовая клубника с краю там мея сорт дальше идет какая-то по-моему боровицкая в общем тут трех или четырех сортов клубника посажим все это видео заканчиваю всем друзья до новых встреч на моем канале пока до новых встреч